Республика получила новый вертолет для КОМИ Авиатранса. Воздушное судно Ми-8 МТВ-1 приобретено в рамках финансового оздоровления предприятия. Напомним, его разработали и утвердили по поручению главы КОМИ Владимира Уйба. А 16 ноября в рамках 16-го международного форума и выставки «Транспорт России» руководителями государственной транспортной лизинговой компании КОМИ Авиатранса подписан акт передачи вертолета для КОМИ. Как залетели? Хорошо. Без замечаний? То есть он идет как санитарный же, да? Он оборудован под санитарный. Вертолет прямо с завода в Казани с дозаправкой в Кирове доставили пилоты республиканского авиаперевозчика. Винтокрылая машина многоцелевая, будет использоваться для пассажирских и коммерческих перевозок, санитарной авиации и лесоохраны. У нас достаточно большое количество населенных пунктов, которым нет дорог, ну, зимники зимой, да, в основном это, конечно, только вот вертолеты. И с 2017 года, с 2017 года в республике не было новых вертолетов. Ну, если посмотреть, вы вспомните, я говорил, в 2020 году рассказывал, у нас у Коми авиатранса были очень непростые времена, был период предбанкротства, и, конечно, сегодняшний вот вертолет – это доверие. Доверие Минтранса, в первую очередь, и к республике, и к компании. Потому что современные новые машины, конечно, компаниям, у которых не видит Минтранс России будущего, конечно, не дают новые машины. В данном случае вот нам точно это элемент доверия. Ну, а для жителей республики это новый современный вертолет Ми-8 МТВ. Как отметил глава Коми, на этом власти не собираются останавливаться. Уже идут переговоры с Минтрансером России о том, чтобы продолжить работу по улучшению парка и вертолетов, и в дальнейшем самолетов малой авиации. Это наш следующий шаг, прокомментировал Владимир Уйба. Всего же до конца первого квартала будущего года правительство республики планирует восстановить летную годность еще шести вертолетов.